Александр Иванович Герцен Александр Иванович, как многие его сверстники, был ошеломлен известием об очень важном для всей России событии – восстании декабристов. Во многом оно подтолкнуло в развитии политические взгляды Герцена и определило их радикализм. Вместе со своим товарищем Огаревым, несколько позже, они клянутся оставаться революционерами до конца. Герцен с единомышленниками начали организовывать других студентов, издавая революционные журналы в университетские годы. Власть не смирится ни с радикализмом идей Герцена, ни с организацией политических кружков. Как раз после восстания декабристов государство в полную силу активировало репрессивную машину, и Александр Иванович в 1835 году был сослан в Перм и лишен свободы на 9 месяцев из-за ложного доноса. Во время ссылки Александр Иванович начинает изучать итальянский язык, чтобы понять лучшую республиканскую мысль и традицию Италии, и ее богатейшую культуру. Первая, хоть и неявственная встреча с Италией и Флоренцией, произошла через божественную комедию Данте Алигьери. Ее влияние на русского революционера трудно переоценить. После смерти отца в 1847 году Герцен был вынужден эмигрировать из дворянской России на запад, как многие другие революционеры. Вместе с Игаревым он устроил издательство Колокол в Великобритании, где были более либеральные законы относительно печати и распространения идей. Но Герцен уже в 1847 году мечтал переехать в Италию, где несколько позже осядут его дочери Ольга и Наталья вместе со старшим братом Александром Александровичем. который благодаря помощи немецкого мигранта-врача Морица Шифа работал во Флорентийском университете на Виа-Джина-Капоне. Александр Иванович писал В Италию, в Италию, мне хотелось отдохнуть, хотелось море, теплого воздуха, пышной зелени людей, не так истасканных, не так выживших из сердца. Или в другом письме уже Огарёву из Рима. И только что я поставил ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда. Живая, энергичная, вливает силу и здоровье. Я обязан Италии обновлением веры в свои силы и в силы других. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую торжественную минуту её жизни. Но планы писателя и его путешествия меняются очень резко. Революции меняют ежедневно вид Европы и мои планы путешествия, из-за чего Александр Иванович никак не сможет достичь в первое своё посещение Родины Ренессанса. Его реальная встреча с Флоренцией наступит в первый раз только в ноябре 1863 года. Флоренция в 1863 году была одним из главных центров жизни идей республики и республиканцев, а также русской эмиграции. Герцен поселился в отеле «Америкен» на улице Виаделла Винья Нуова, и там он встречался с местными республиканцами Дольфи и Мордини. Главным событием первого приезда во Флоренцию стали именины эмиграции Александра Ивановича, организованные с помощью сына и шифа. На мероприятии собрались все важнейшие лица революции, и Герцен произнёс два тоста – за успех земли и воли, и за трудолюбивого сына. Герцен размышлял о перемещении колокола во Флоренцию, но только при условии, что итальянцы осознают в ближайшем будущем своё национальное единство и независимость от империи Европы. Спустя четыре года Герцен вернётся во Флоренцию и будет проживать недалеко от церкви Даль Кармина. Тут он будет постоянно встречаться с представителями русской эмиграции – писатели, художники и интеллигенты. Но это был момент очень глубокого кризиса в жизни писателя. Его преследовали сильные головные боли на нервной почве, и мысли постепенно становились более смутными из-за проблем, связанными с издательством колокол. Мудрый и сердечный революционер каждую минуту терял веру в будущее, как он сам отчаянно писал Игореву «Я не вижу ни одной светлой точки в будущем», а ужасная отвратительная погода тех дней лишь усугубляла положение. Флорентийскую депрессию сглаживает встреча с известным живописцем Николаем Ге. Николай с его христианским образом жизни поразил мыслителя и предложил грустному Герцену написать самый важный портрет писателя, который хранится в Третьяковской галерее. Когда портрет был завершён, Александр Иванович в хорошем настроении уехал в Венецию, чтобы встретиться с Гребальде и присутствовать на карнавале, который венецианцы не видели уже 30 лет из-за французской оккупации. Заметив, что благодаря морскому воздуху головные боли сошли на нет, Герцен покинет Италию спокойно. Через два года после венецианского карнавала сын Герцена пишет отцу о срочной необходимости вернуться во Флоренцию. Дочь Герцена, Наталья, успешно пела в самых популярных и богатых салонах Флоренции. Там она встретилась с итальянским поклонником, но после пары встреч отказала ему в браке. Это не понравилось поклоннику, и он начал её преследовать и угрожать. Наталья чувствовала, что за ней следят. Скоро она случайно увидит на площади Питти страшную сцену хладокровного убийства и впадёт в тяжёлое параноидальное состояние. Она совершит попытку самоубийства, прыгнув с балкона, но старший брат в последний момент успеет её спасти. Александр Иванович сильно беспокоился за состояние любимой дочери, бросил все дела и поехал во Флоренцию. Наталья Александровна постепенно пошла на поправку под опекой отца и шифа, но долгое время не могла даже встать с кровати. Заметив денежную обеспеченность семьи и их невозможность к передвижению, директор пансиона завысил стоимость аренды комнат в три раза. Жадность директора очень сильно подействует на нервы философа, который проклянёт Флоренцию и решит поехать вместе с дочерями в Париж. Свою идею он воплотил в жизнь, но пару месяцев спустя Александр Иванович в расстроенных чувствах скончался во французской столице. Таким образом, Флоренция и Италия сыграли в судьбе Герцена очень неоднозначную роль. С одной стороны, они вдохновили его в ранние годы эмиграции, именно там он наблюдал многие проявления революционных идей и действий. С другой стороны, из-за ряда обстоятельств именно во Флоренции немолодой уже Александр Иванович подорвёт своё душевное здоровье. Подобно смене красочного ренессанса реакции Савонароллы, вдохновение Герцена Италии сменилось расстройством на нервной почве и пессимизмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok